ну пока клиент подготавливает еще давайте проведем экскурсию значит люблю когда много света поэтому поэтому на прожектора не поскупился света у меня светы у меня очень много хватает для работы удобно это утро одно из рабочих мест начал затачивать топор наебнулась болгарка начала растучить хорошо что есть запасе еще одна так это здесь у меня холодильник с хавчиком посудка горох люблю горох здесь всякий разный инструмент вот так вот у меня аккуратно разбросан это на верстаке всякая хуйня которая иногда пригождается куча проводов проводки обеденная объеденная моя зона отдыха для кинтов здесь всякая разная химия в том числе дихофос на всякий случай все это она как бы нужно горелки и вот это моя великолепная печка кстати если появится интерес у кого-то ролик снял давно но почему-то не выложил года два-три тому назад по этой печки ну в принципе могу снять по новой чудо печка в любой мороз до 40 градусов я работаю футболки своем гараже температуру поддерживаю в среднем 25 градусов сегодня не стал протапливать это зона где я теряю сознание иногда после сытного обеда микроволновка уем буем так что еще рассказать на острове нормальная погода так умывальник умывальник тоже самодельный с электроподогревом стоит тем который автоматически можно настроить на любую температуру и он будет ее поддерживать щиток это у меня реле контроля напряжения на гаражах если кто работает тот знает что бывает частые перепады это стабилизатор напряжения на четыре с половиной киловатта есть также всякая херня которая связана с бензопилами запчасти все прочее так ну принципе давайте выйдем на улицу еще раз покажу вот он касается кеша куда пошел так вот две тарелочки у меня вот это вот вытяжка две тарелки обе рабочие обе в деле люблю смотреть иногда фильмы лежа на диване но в основном слушаю радио радио ради вас у меня очень много порядка 40 станций он еще одна тарелках прожектор с автоматическим включением 1 2 с датчиком движения камеры стоят на струбе будка под столбом это мои дрова дрова мы придем чуть позже как то так хава хава как дела вот молодежь малой одежь так все подключены так все чудненько великолепно более-менее красиво так давай заводи батарейка видно что есть расслоение и а и а и а Салам алейкум. А ну, включи свет. Так, ват. Надо делать ревизию генераторов. Какая-то, на какой-то из обмоток плохой контакт. Внимательно. Да, вы снимите, привезите его. Я его обследую. Потому что при нагрузке у тебя падает напряжение. Да. С нагрузкой у тебя работает две обмотки нормально, одна не работает. Реле-регулятор работает нормально. На двух обмотках она вначале вытягивает. Но при подключении нагрузки одна обмотка выходит без работы. Либо плохой контакт, либо какой-то резидиодом возможно пройдет. Но сейчас гадать не будем. Привези. Ну вот, видишь, напряжение упало. Давайте привезите генератор и посмотрим. Да. Вот две обмотки пытаются выкинуть нагрузку, но у них не получается. С генератором, да? Да, это связано с генератором. Привезите генератор. Генератор в пятницу после обеда. Смотрите, как вам удобнее. Вот номер телефона. А он не ваш? Где? Мой, мой, запиши этот номер. Позвони, чтобы я был, чтобы у меня окно свободное было. Подвезете генератор. Посмотрим, в чем проблема. Ну, проблема в генераторе однозначно есть. Да, конечно. Стартер хоть и туговато вращает, но особой этой просадки я не увидел. Нормально. Пока давай сделаем генератор, зарядим полностью аккумулятор и после этого уже будем смотреть на просадку стартера. Возможно, придется тебе еще и стартер. У тебя так малый, да, стоит? Безредукторный. Да, но проблема у них, как обычно, во втулках. Это обычная проблема ихняя. Ну, на этом вроде как у нас пока все, да. Только настроился на заточку. Подъехал еще клиент. Ну, пойдемте, глянем, чем мы сможем ему помочь. Так утром, а так заведет он целый день ничего, ездит. Ага, зелененький. Так. Какого года? 19-го года батарейка. 19-го года? Да, 19-го года. Ну, три года для реактора это как раз срок его. Менять надо, да? Нет, три года, как правило, реакторы работают адекватно. На четвертый год начинаются проблемы. Этот год она, по идее, у вас еще должна отработать без проблем. С утра плохо заводит, да? Да, утром. Вот на улице ставлю все. А с вечера, ой, в течение дня заводит? Да, нормально, вот завел и все, ездит нормально. Вот только утром. Я сегодня домой занес аккумулятор, завелась хорошо. А так на улице оставил. То есть вы батарейку снимали, да? Да, снял, домой занес, поставил, завелась. Ага, так. А первый день не знал, на улице машина оставил, она не завелась. Получается, вы недавно, если вы не знали, вы недавно машину взяли, да? Да, я год, вот езжу. А, год уже ездите, да? Да. Ну, в течение этого года проблем не было? Не было никаких. Начались вот с наступления восемь. Да, холодов вот такая. Ну, холодов-то нет практически. Ну, утром только вот, а так, раз завелся, вот и поехал. Я целый день езжу. Ну, давайте проверим. Включите дальний свет на 10 секунд. Ага, 10 секунд подержите. Выключайте. Так. Блях, бог, где моя ручка? 66 процентов посуху. 66 процентов. Прибор показывает 75 процентов заряда. Но это некорректный замер, потому что основные выводы мы будем делать после замера плотности. Сейчас за счет поверхностного напряжения у вас батарейка крутит пока. И она, в принципе, выдает пока еще неплохие параметры. Так, НРЦ 12.45. Сопротивление 5.49. Так, давайте пробежимся быстро по плотности. Так, с плюсовой начинаем. Оба-на. Так. Так, так, так. Что у нас с уровнем? Уровень маленький. Уровень маленький. Уровень маленький. Маловато будет. Маловато будет. Вы не обслуживали батарею, да? Нет, ничего не смотрел. Думаю, удалить. Думаю, удалить тоже, да? Вот плотность у вас 1.24. 1.22. Ну, эта банка первая, она у вас более обсохшая, поэтому плотность выше. Так, 1.20. Были разряды, значит, у вас просадки. Да, да, да. У меня свет, я забыл. Так, 1.22. Не надо открывать? Кого? Тут надо поставить. Да нет, нам достаточно будет. 1.22. Так, 1.22 это у вас плотность при низком уровне. То есть, нужно будет обязательно удалить дистиллированную воду и плотность, соответственно, у вас еще упадет. Будет еще ниже. Вот в этой банке 1.23, поэтому у вас глазунка показывает зеленым. Он показывает зеленым при плотности 1.23 и выше. То есть, чуть-чуть бы она упала и газа бы у вас подчернел. Так, запишем 1.22. Батарею вас как зовут? Елемес. 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 Батарею желательно, чтобы вы привезли на обслуживание. Потому что батарея у вас разряжена. Сейчас мы попробуем установить, почему произошел разряд. Либо это длительный недозаряд, либо длительный накопленный разряд. То есть, вы по городу передвигаетесь. Да, по городу. Ну, езжу и так. Денис. Ну, давайте, сейчас мы пробочки закручу. С плотностью мы определились. Вот, то есть, просто долить надо электролит. Ни в коем случае электролит не доливайте. Вы привезите на обслуживание. Вы сами не зарядите эту батарею. Понятно. Я не к тому, что я такой великий мастер. Просто есть... Я думаю, насколько он, видите, рабочая машина. Ну, Елемес, вы... Вот мой номер телефона. Завтра позвоните, если будет оборотная батарея у меня на руках. Подъедете, я вам дам оборотную батарею. А эту оставите. Чтобы вы могли двигаться. Так. Давайте заведем машину. Так. Ну, просадка довольно-таки большая. Для... 10.63... 10.63... ОС. Летят сюда. 10.63... И время 44.72. ОС. Летят сюда, вам придется. 44.72... 44.72... Так. Теперь давайте проверим зарядочку. Ну, в принципе... Неплохо. Так. Давайте... Зарядка у нас... 14.11... Без нагрузки. Есть нагрузка 13.85... 13.85... Так, ну, вот здесь вот эти вот регуляторы, которые... Давайте посмотрим... Нет-нет... 14.09... Без нагрузки... 14.09... Без нагрузки... Ну, в принципе, зарядка... А ну, свет включитель... Это со светом, да? Ну... 14 вольт... Самое главное, чтобы я увидел 14 вольт... Нормально. Зарядка... Зарядка у вас все в норме. Заглушите сейчас. Так... Элемис... Зажигание выключите. Ключ есть на 10 у вас, чтобы клемму скинуть? Давайте скинем одну клемму и посмотрим на предмет паразитки. Так... Клемы вам надо зачистить. Вот это вот мелкой наждачкой... Вот это... Вот эти все окисления нужно поубирать, потому что у вас будет здесь потеря небольшая. Хорошо. Так... Ну, че? Ну, блять... Ну, блять, как бы нулевкой делись. Ну, Лев... Нулевочкой делись. Ладно, давай... Вот так вот. Замерим... Пара... Зитку. я пойду опять забыл отключить так розетку видим 286 у вас магнитола включилась сейчас больше ничего не включена у вас ну вот елемес у вас магнитола неправильно подключена это вот она как бы не сильная такая паразитка но она есть она будет высаживать ваши батареи 147 миллиампер этот разряд он накопится поэтому вам желательно разобраться с магнитолой переключить ее поставить ее на штатное место как она должна идти завода то есть вы зажигание выключили у вас магнитола тут же потуха чтобы при выключенном зажигание ее нельзя было включить да подъедьте по моему здесь если есть электрик то подключить ну вот здесь вот в клюн подъедте в техноимпорт подъедте они с этим справятся вам надо просто ее на штатные места переключить чтобы избавиться от этой паразитки нет это неправильно вот его будут проблемы постоянно с аккумуляторами вот это китайские магнитолы вот 145 миллиампер воде мало но мы должны увидеть 20 на разрыве 20 увидели все значит паразитка у нас нету от этого постарайтесь это сделать до того как привезете аккумулятор выберите время найдите время и от него избавитесь чтобы я вам со спокойной душой 1 батарею и знал что она у вас не высадится из-за по причине того что у вас тянет магнитола клюни кто-то есть как клюни но там парни который занимается установкой аккумуляторов ваш ключик установка аккумуляторов и они они это и зажигание сигнализации делают да 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 сигнал к я не занимаются поэтому к ним подъедьте от этого надо избавиться что у вас не было проблем они рано или поздно вас все равно появится потому что зимой нужно каждый миллиампер беречь который должен крутить двигателя не расходить пустой аккумулятор аккумулятор до аккумулятор мы обслужим я долгосрочных прогнозов не делаю но пока не надо пока он не требует замены пока он должен у вас еще эту зиму отработать по идее но как он себя поведет я я даю заключение на момент выдачи на какой-то определенный срок я за батарею ничего не могу сказать потому что она может отказать любой момент это химические элементы когда привести вы вы да мой номер вы позвоните если у меня будет оборотная батарея сразу подъедете и сделал обход по зарядному боксу время без 10 2 цепь наточил топор наточил поставил закипать водичку будем варить русско-китайской итальянское национальное блюдо которое нас называется пельмешками а пока закипает водичка пойдемте я вам покажу еще кое-что наверное не получится показать нет ни ко мне так я очень теплолюбивое растение такое и для нормального кроме этого для нормального функционирования моего гаражного сервиса зимой нужно соответственно типа вот это вот мои дровички которые я заготавливаю как раз готовлю на зиму и чтобы эти дрова хранить нужен склад пойдемте склад вот тоже готовлю к расплывовки это мой склад дровник так сказать вот это уже заготовлено кучка думаю в принципе уже должно хватить но как говорится запас лишний запас не помешает вот такой склад он необходим для того чтобы аккумулятор сервис функционировал круглогодично ну а для летнего периода времени у меня есть он такая ерунда которая стоит на крыше как кондиционер благодаря ему летом я не плавлюсь в принципе можно сплит система можно подогреваться до минус 7 градусов она дает какое-то тепло но хавает энергия так чего нас на водичка закипела будем варить пельмешки пельмешки готовы варю их на лист на мясном бульоне с лучком к чаю у нас будут вот такие печеньки в клеточку ну кроме пельмешек я люблю варить варить супчики всякие разные также варю на мясе иногда готовлю жарю картошечку иногда жарю курочку мясо вот в гриле есть гриль у меня решетка и получается тоже довольно таки питательно и так приятного мне аппетита после обеда у меня 15-минутный или получасовую как доведется потеря сознания то есть надо будет рубануться и чуть-чуть восстановить силы заходи так генератор теперь вы сказали болтик да этот смотрите он и он да 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 он да она теперь может просто сейчас как бы запчасти как посмотреть диодный мост может что-то там надо давайте вас как зовут макси меня зовут максим просто налево 3 жил не передвигаться как новые городе есть какие-то дела в городе вообще нету ну сколько примерно подождать это час ну давайте в течение часа дачи час будем на связи сейчас я генератор разберу и позвоните скажет что да он свой номер телефона оставьте и он звонил сейчас давайте еще на своих но при этом я с тобой поставить тогда так как на чем зачем делается по моему давать 14 ваш что как бы все будет желательно завтра пособила забрать 373 разберу так ну что займемся чай не удалось попить ну успел пельмени сожрать слопать за заебинить за хуярить не знаю сожрать короче так мы чего займемся генератором так ну вот прибрал убрал лишние состава болгарка наша не в работе так еще привезли к вымщик и займемся разбором и не оратора вот такое рабочее место столик советская подставка под телевизор очень удобно освещение ладно давайте раскидаем генератор посмотрим что там внутри верхнюю крышку верхнюю или боковую как ну просто крышку защитную чехол будем так говорить генератора и внешний осмотр что нам дает внешний осмотр но первое это вот мое предположение что здесь вот в этом месте как раз и был недозаряд то явно видно по цвету вот этой втулки сейчас мы ее открутим зачистим нахуй выкинем так вот я ему сразу сказал чтобы он приобрел новую это мы поставим теперь что еще бросилась глаза вот цвет вот этой вот вот этого болта он отличается остальных видно явно видно что он грелся что он перегревался значит по любому будем снимать диодный мост сейчас откинем обмоточки снимем реле регулятор реле регулятор проверю на напряжение отсечки вот это пензенский по моему релюшки они в принципе стали делать неплохие так чего у нас коллектором коллектор коллектор тоже имеет невзрачный неважный вид мы сейчас разберем посмотрим есть там запас по ходу у этого коллектора или нет то что очень глубокие бороздки так ну что берем ключики и скидываем наш диодный мост и будем его прозванивать раскрутил крепежные болты и что мы видим абсолютно закисшие вывода обмотки обмоток вот это мод у нас не работало вот это она генератор работал на двух вот этих обмотках и естественно одна из обмоток грелась поэтому и потемнел этот болтик эта мутка у нас не работала от слова вообще и нога вообще и голова вообще и вообще как видим диоды закише сам был от обмотки закише ну в этих местах еще какой-то прорыв был ну вот видим следы перегрева и здесь нельзя здесь то же самое так откидываем диодный мост и нам надо снять вот эту шляпу блять да вообще не я не боюсь тащи чего-то ну занимаюсь хули делать не сортира не делаю нету разверток у меня тот гараж сгорел блять и там все развертки мы похоронены ну когда вам говоришь через полгода приносили но я щас я же сказал весной принеси просто посмотрим но таблетки надо пить для память в россии ничего ну тем более если мотаешься так нам надо время уделять батарейки они сейчас стоит ебать колотить в четыре раза дороже моей жизни так теперь смотрите вот эти места вот эти места где диодный мост канта имеет контакт нам тоже надо зачистить вот видим здесь какая-то хрень вообще здесь контакта не было и вот эти места у нас на диодном мосту закисшие ну давайте займусь прозвонка сейчас попытаюсь открутить вот эту шляпку и продолжим коллектор конечно я бы рекомендовал поменять но он еще с ним походит так чего у нас щеточки нормально вода пошли фону ему нулевочкой не нулевочкой а 2000 все говорят нулевка нулевка это грубая наждачки так что продолжаем нашу звезда пляску ну вот кое-как открутил эту нашу шляпу блять и как видим так но конденсатор еще пойдет пойдет блять тоже зачистим в одном особой роли но вот здесь вот друзья смотрите давайте вспышку включу вот так ну ка фокус давай настраивайся блять вот видим здесь явно не будет никакого контакта и никакой проходимости вот в таком состоянии у нас стука блять вот в таком состоянии ебучий случай смотрите ну где как здесь проникнет электричество никак не проникнет то же самое на диодном мосту видим блять ужас просто так придется доставать мой как его правильно называют дрель линер или хуинер ну короче вот бормашинку и вот это все тщательно вычищать так ну для начала нужно все-таки замерить все ли диоды целые пока отключаемся так плюс к плюсу подключаем а минус подключаем на массу это шок ты знал на будущее делать где у тебя не отживать двигатель кинуть это где у нас счетом куда блять вот так вот так ну давай пробуй отключаем массу потом отключаем плюс прикуришь отклонять вот так шара молодец я но все поставил на машину долго проездил как вот лету почти от езды а чем за причем за я не знаю там видать что сам делал я просто у меня свой накрылся электролит вытек потому что я ездил нормально потом но вам надо его привести чтобы я его гляну давайте принесите давайте посмотрим но давайте глянем если чё так вот что друзья вот это вот мы практически зачистили здесь зачистил помыл не отмывается настолько в его грязь а ультразвуковой ванны у меня нету так здесь тоже зачистил сейчас дочищу вывода и наверно все таки все таки я их а бу жу наверно буду облуживать чтобы человек ездил и вывелся улыбался оставьте сюда чем они его только паяли я не знаю это короче мотоцикл в люльке попросил в окно передать там подпрыгнул давайте вы свой номер телефона запишите сейчас я вам дам листочек вот снизу здесь запишите нет нет он здесь запишите и я вам перезвоню он привезли пробитую батарейку вот такие показатели 0 посох у 51 процент заряда пусковой топ-53 ампера напряжение 1231 сопротивление 599 пока непонятно надо подумать под раскинул по плотности раскидаю плотность что куда чего но по ходу батарея 19 года по ходу не стоит ей заниматься но все таки попытка не пытка наверное в начале залью электролит а блять забыл сказать что привез электролит ладно позвоню сейчас ему скажу что продолжаем работу сейчас будем обложивать так ну что кончики облудили 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 здесь облудил все прям и вот кислоты просушил начинаем сборку ну что с генератором разобрались генератор собран собираем инструменты приступаем к следующему пункту нашей шоу программу нужно проверить этот мотор почему-то отказал так а пока собираем генератор 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 прыгает зарядка вот так вообще то 14 то за 12 уходит вот так короче думаешь проблему в генераторе ну да а чем может быть может быть проводки проблему да нет до этого не было прям ну да и было бы вам уже такая история тогда диодный мод на меню она уже так 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 блять давай-ка я кидам листов бумаги запишешь слона на телефона блин а это просто проверим его и все с прозвонить до прозвоним его просто и все давай попробуем так обмотка проблема в обмотке так она определяется и все светло выбил одну сторону диодов все чё обмотку уж покупатели генераторов сказать генератор пиздец как дорого стоит да нет в районе возьми обмотку возьми диодный мост все равно тебе дешевле обойдется так а ну если бабки есть ничего фирма а ну фирма но база зажег но зажег тогда вот привезли тубр титан евросильвер кто-то там писал что тубр не вебенные батареи ну давайте проверим какие они не вебенные по крайней мере мне очень редко попадались тубровские батареи которые хотя бы соответствовали тому что на них написано хотя бы может я такой невезучий не знаю давайте проверим итак вне сорвана обычная или необычная евросильвер кстати вот друзья все что связано с сервером серебром обходите пожалуйста стороной серебро будет адекватно работать только серебряно-цинковых батареях которые используются в авиации и они отдают имеют свойства до и отдавать максимальную мощность так ну вот год батарейка не было у меня на обслуживание вернее было в том году вот как видите параметры на выходе сейчас батарея 71 процент выкатывает как бы она заряженную клиент на ней приехал так 506 ампер выдает пусковой ток мрц 1261 сопротивление 546 и плотность в этой батарейки очень плохо очень туго поднимается плотность в этих батареях прямо что настроение путь с 1 22 1 22 и теряют они очень быстро плотность при малых пробегах при ну не до заряда на той машине нету малые пробеги длинные простое 120 3 с половиной 123 на ее первый театр ну ты чё блять ах ты сука надо ее отметить так 120 это что такое с банки началось 123 ну-ка давайте еще раз чем а нет неправильно заменил 120 бывает попова прилипает но в среднем плотность 123 соответствие где-то порядка пятидесяти процентом заряда и серебро отлично работает цинковых батареях серебряно-цинковых авиационных но кто бы знал ресурс этих батарей вот а я отвечу если вы не знаете ресурс этих батарей это аварийные батареи которые предназначены для запуска двигателя вы полете и эти батареи предназначены буквально на два-три запуска максимум то есть стартером покрутили турбинки двигатель завелся и после полета если произошла нештатная ситуация эти батарейки либо меняются либо делается вот как раз эти к нет к это цене делается блять я уже не помню измеряются параметры плотность и по моему заряжается или списываются блять уже не помню честно слово поле на так ну ладно неважно важно то что самолете кита заводится на земле с помощью аэродромных передвиженных электроагрегатов либо стационарных электросетей несколько видов напряжения в том числе которые на запуск на аппаратуру и поэтому все что серебром связано я обхожу страну а здесь вот всем прям и audi здесь все модели игр бмв и дыр все модели ford и дыр фольксваген и дыр тигуан 1.4 т5 2 литра ну 2 литра ладно по 1.6 и дыр шкода шкода и дыр нету рено 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 воган дастер и дыр и дыр я вагана от гранта шевролет нила 1.7 и дыр нету понятно на вес уже не вздумайте ставить только коле на гранта шевроле нива вот такой вот нам батарейку привезли на что будем работать дальше время наше рабочее подходит потихонечку к завершению так а мы еще не проверили моторчик печки сейчас этим и займемся и так давайте проверим моторчик печки где у нас собака зарыта либо проблема с самим мотором либо сопротивлением так начнем с максимальных оборотов ага так это этот я по моему делал да 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 я его делал видимо залипли щетки залипли щетки так что у нас минус идет хоть нет идет но нужна полная разборка а что-то заморойка 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 залипли щетки скорее всего пошел на залипшие щетки загудел залипшая щеточка ну что ж будем разбирать и смотреть времени у нас еще 55 минут давайте раскидаем этот мотор ну вот разобрал оказалось оборвался проводок сейчас мы его припаяем щеточки порядке оборвался залипнуть они не могли я их разработал но здесь было вообще жопа полная сейчас припаяю проводочек этот кинем его на изоляцию и будем собирать мотор на место вон сколько силочек по вытаскивал так что занимаемся пайкой и так без 5 6 давайте проверим собрал я эту коляску давайте проверим как она работает и будем переодевать тапочки можно ехать до дома отлично будет на 12 вольтах так ну-ка обороты поменьше работает все работает кстати родной сгорел я вот сюда от volkswagen передячем сопротивление и 24 вольта мотор стоит на вахтовке все работает так ну что сейчас нырну в зарядный бокс сделаю последнюю на сегодня проверочку для себя сделаю выводы так эти батарейки готовые к отправке так 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 реактор возможно тоже будет готов так ну ладно заключительная часть будет чуть чуть попозже ну что друзья рабочий день мой закончился 10 минут переработки переоделся собираемся едем домой шара на выход на выход так вот таким образом закрывается у меня жалюсь или как я называть выключаем свет шансон будет долбить до утра и пусть на улице думаю что здесь ходняк будет на каких-то выходим иди к машине видишь иди к машине вчера проебала свои хлебные карточки шарошка иди иди в машине иди к машине к машине закрываем аккумулятор сервис в этом году хотел покрасить воротами хотя еще может и покрашен каждый год краш и за год солнечная сторона выгорает так блять а ключи я взял от машины он взял так закрываем створку вот так вот она закрывается все так это машина садись давай вот молодец ну что друзья блять а как камеру перед перевернуть не знаю на себя ну что друзья сегодняшний день наш рабочий закончился если вам понравился такой формат пишите в комментариях может быть продолжим будут какие-то вопросы ты куда полезла халва ты остаешься если есть какие-то вопросы пожелания пишите постараюсь ответить на все всем добра удачи здоровья да и самое главное берегите свои батарейки всем пока